Очень рад приветствовать всех тех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Очень рад, братья и сестры, тому, что мы сегодня вместе с вами можем в это воскресное утро преломить Священное Писание. И я буду говорить с вами на тему о призвании Божьем. Я хочу продолжить то, о чем мы начали говорить в прошлое воскресенье. Если вы не смотрели, то очень рекомендую, посмотрите то слово, которое Господь дал мне. Я уверен, что это слово пришло от Бога. И я как-то в этой теме осел, и я просто всю неделю прожил, вот дальше думая и рассуждая и размышляя именно о призвании, которые есть у Бога для нас, для каждого человека в нашей жизни или для каждого человека вообще в Церкви Божьей. Я назвал эту тему «Куда ты бежишь?» И хочу поделиться с вами буквально тремя истинами о призвании. Вы знаете, очень многое в нашей жизни зависит от того, какие цели ставим мы перед собою. Я встречал людей, у которых есть ярко выраженные цели. На вопрос «О чем ты мечтаешь?» Они говорят, ну прямо, знаете, от зубов, от них отлетают. Они говорят «Я хочу успешно создать семью, я хочу выучиться и получить высшую степень учености, я хочу достичь высоких результатов в своей карьере, я хочу получать достаточно так, чтобы можно было отдыхать там, где я хочу, и столько, сколько я хочу. Я хочу, чтобы у меня были там двое детей, например, чтобы они выросли, чтобы они были такими, 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 такими. Я хочу, я хочу, я хочу». Другие же люди, которых ты спрашиваешь о том, о чем ты мечтаешь, они не могут ясно выразить даже свои мечты. Для них как-то так оно все туманно, все доброе хочу. Потом они так оглядываются на свою семью, на родственников, и говорят «Ну, я бы хотел жить лучше, чем мои родители, например. Я бы хотел не болеть, я бы хотел иметь достаток во всем». Но я хочу сказать, друзья, что так многое зависит в нашей жизни, даже не от того, как ты выразишь или не выразишь свою мечту, а от того, сможешь ли ты распознать среди огромного количества информации, которая просто бомбардирует тебя, твое сознание и твои мысли, голос Божий, который звучит каждому человеку, особенно тому, кто уже откликнулся на призыв стать христианином, поверить в Бога, и там голос Божий звучит, и этот голос тебя куда-то ведет, и тебе что-то предлагает. Среди потока всего, вокруг чего мы находимся, так важно услышать, а что Бог имеет для меня в моей жизни и в моей судьбе. Мы называем это призыв Божий. Призыв, как будто бы тебя кто-то зовет. Я не знаю, переживали ли вы это или нет. Я переживал это с юности. Мне было 13 лет, когда я чувствовал, как меня кто-то зовет. Никогда не забудут о богослужении. Я стоял в самом конце. Никто никогда не увидел бы меня, и вряд ли кто-нибудь подумал бы обо мне, что там что-то серьезное происходит с ним. Я еще и опоздал. Я пришел в самом конце. Это был частный дом. Это был Советский Союз. Тогда было время гонений. И я спрятался за шторку. А проповедник, который проповедовал, он как раз проповедовал о призыве Божьем. Он говорил о том, что Бог смотрит на сердце. Бог видит каждого человека. И Бог ищет тех, кто бы откликнулся и сказал, Господи, вот я. Возьми меня. Пошли меня. Делай все, что ты хочешь со мной в моей судьбе и в моей жизни. Я в те годы немного рассуждал о жизни больше, наверное, чем мои сверстники. Я болел, и я чувствовал себя так немного отделенным от общества. Вдобавок, я рос в семье, где папа и мама были верующими людьми. Они отличались от других. Нас обзывали тогда. Я чувствовал, я в классе немного другой. Я какой-то непохожий на всех. А мысли мои шли далеко. Вообще, что такое жизнь? Я начал думать о каких-то таких вещах вечных. Я в церковь приходил, но так немного со стороны смотрел. У меня было время, когда я могу сказать, что это была вера моих родителей. Я верил Богу. Скорее всего, верил потому, что родители верили. Скорее всего, как-то, ну так, с детства слышал. С детства ходил. Отец меня все время брал, садил возле себя. Я помню проповедников. И некоторые, которые были такими нудными, скучными. Я думал, этот стал опять будет долго проповедовать. А этот был такой интересный. У этого были мысли какие-то. И что-то попадало в меня, что-то нет. Но у меня не было моего отклика. У меня не было моей части в том, чтобы я мог лично что-то пережить. Возможно, я и переживал какие-то прикосновения Божьи, когда что-то попадало в меня. Вот почему я очень рекомендую, чтобы наши дети были с нами. Потому что никто из нас не знает, что Дух Святой может давать в сердце ребенка. И я, будучи еще ребенком, переживал, что-то переживал, что-то происходило. Но в моей тринадцать я стоял, и это слово, каждое слово просто попадало в меня. Просто попадало в меня. И я помню, как я сказал, Господи, я верю Тебе. Ты мой Бог. Ты мой Бог. Я верю Тебе. Я не знаю, что будет со мной в моей судьбе, в моей жизни. Но сегодня здесь я хочу сказать тебе, что я отдаю Тебе мое сердце и мое будущее, и мою судьбу. Я не знаю, что произойдет, но я просто отдаю Тебе. Я не знаю, кем я буду. Я много думал тогда о том, кем я буду в жизни, как сложится жизнь. Я сказал, Господи, я отдаю Тебе. Пожалуйста, Ты управляй. Я не знаю, и я боюсь, я боюсь жить. Я боюсь выходить в эту взрослую жизнь. Все там так ответственно. И я как-то вхожу в нее, но я прошу, Ты иди впереди меня. Вы знаете, это был мой отклик на Божий призыв. Я хочу сказать, что этот призыв повторялся много раз в моей судьбе, когда я чувствую, что у меня не удовлетворяет все, что есть здесь. Это хорошо, но у меня что-то более глубокое. Что-то дальше меня ведет. Мне чего-то мало. Мне мало какого-то внутреннего духовного удовлетворения. И даже сейчас, когда я счастлив с моей женой, я бесконечно благодарен Богу за надюжку мою. Я очень, очень благословен, очень сильно благословен в семейной жизни. Мы живем душа в душу. Мы в действительности любим друг друга, хотя мы очень разные. И мы дополняем вместе. И мы вместе служим. Она смотрит с одной стороны, я с другой стороны. Она одну часть покрывает, я другую покрываю. И мы вместе приносим плод для Господа. И мы настолько счастливы. Наши годы мелькают просто. Знаете, как счастливые времени не наблюдают. И мы с детьми так же счастливы. Вчера, когда мы приехали, около полуночи было, мы, наверное, до двух часов ночи не могли наговориться. Мы просто разговаривали. Я говорю, мне надо проповедь собрать, написать. И я просто взял, достал компьютер, и мы продолжали разговаривать. И я все еще писал проповедь, некоторые мысли, которые Бог давал мне. И я чувствую, оно просто хорошо. Мы не можем наговориться. Мы просто общаемся и беседуем. Но я хочу, чтобы вы понимали, что есть та часть, которая удовлетворяет только Бог. Даже самый близкий человек не может дать той полноты и глубины в твоем внутреннем устройстве, которое называется Дух Твой. И только Дух Божий, потому что Бог есть Дух, только Дух соединяется с Духом. И эта часть восполняется. Недавно я разговаривал с одним человеком, абсолютно мирским человеком, и я коснулся с ним о Боге. Он очень грамотный, образованный. И он говорит, я вам дам одно определение Бога, я, значит, вычитал. Может быть, вам оно понравится. И он говорит, Бог – это постоянно дающий, при этом остается целостным. При этом все еще целостный. Постоянно дающий себя, но при этом абсолютно не мельчающий. И я сказал, да, это правильное определение о Боге. Так вот, что я хочу сказать. А я-то мельчаю, а ты-то мельчаешь. Бог постоянно дающий, но никогда не мельчает. А что-то в Духе нашем есть то, что может быть восполнено только самим Богом. И душа наша точно так же. Вот вроде все есть у тебя. И денег хватает, и здоровье есть, и цели жизни есть, и бежишь, и мчишься, и все есть. А чего-то нет. А чего нет? Помните, Евтушенко был удивительный человек, который писал стихи. Он говорил о том, в одном из своих произведений, «Если нет у меня души, скажите, что тогда во мне болит?» Вы говорите, что я не имею души. Объясните мне, пожалуйста, что во мне болит? Что во мне стремится к тому, чтобы иметь отношение с другими людьми? Что во мне болит? Чего мне не хватает? Скажите, почему я не удовлетворен? Скажите, почему мне хочется чего-то? Я даже не знаю, чего. Скажите, чего мне хочется? Мне чего-то хочется. И я скажу вам, чего вам хочется. Вам хочется самого Бога, самого Иисуса, Его присутствие, Его ободрение. Вам хочется от Него услышать, где-то глубоко внутри, что ты умничка, что ты молодец, что ты сын или дочь возлюбленный. Вам хочется, чтобы сам Бог, сам Бог посмотрел и каким-то образом дал тебе понимание, что ты на правильном пути, что ты не делаешь какую-то глупость очередную, что ты не куда-то идешь в какие-то, не знаю, дебри, а потом ты будешь разгребать это многие годы. Вам хочется Его, самого Господа, Иисуса Христа. Давид сказал об этом очень просто. Он сказал, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только в Нем я нахожу покой. Ни в коем ином. Я хотел говорить с вами о призыве, немного ушел в сторону, но я хочу сказать, что призыв – это Божий взгляд на твою судьбу. Это Его мысли о тебе. Это Его направление жизни, чтобы Он хотел, чтобы ты сделал или я сделал, когда я живу на земле. это взгляд Папы на своего ребенка. Это взгляд твоего любящего Отца, который сотворил тебя. Это взгляд Творца на творение, который создал тебя и вложил в тебя определенные механизмы, и в меня также вложил механизмы, и дары определенные вложил в тебя, и в меня. Это взгляд того, кто нас конструировал. Давид говорит, в утробе матери, я дивно, я сотворен, в очреве матери, ты соткал меня, ты сделал меня с такими дарами, с таким темпераментом, из четыре вида темперамента, вы знаете, это да. Я, например, ближе к холерику или сангвинику, кто-то говорит, ты классический сангвиник, кто-то меланхолик, кто-то флегматик, то есть разные типы характера. Это Бог вложил. У него есть взгляд, у него есть мысли, у него есть понимание. Вы знаете эту историю, да, в начале прошлого века, 20 века, один человек, который приобрел автомобиль, только-только начали производить автомобили, несколько лет приобрел автомобиль, ехал по дороге, и сломалась эта машина, и он чинил, 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 чинил с утра до вечера, и такой, знаете, как русский мужик, это было в Америке, такой русский, как будто русский мужик, такой, вылазит из-под этой машины, все руки такие грязные, такой, такой раздраженный, весь на дороге стоит, и ничего не получается, едет еще одна машина, редко машины были, и остановилась. Выходит оттуда другой мужчина, говорит, что случилось с, ну, значит, автомобильным вашим? Он говорит, да, сломался. Он говорит, дайте я посмотрю. Да что вы посмотрите, я тут целый день ковырялся в этой машине. Не, ну дайте я посмотрю. Да что вы посмотрите, что вы понимаете, у вас хорошая, свежая такая машина, у меня, видите, поломанная машина. Он говорит, ну позвольте, ну позвольте, и он его уговорил. Тот говорит, да у вас ничего не получится, вы чего, я тут целый день лазаю, я уже все разобрался почти, но у меня что-то не сходится, как-то она не едет, не заводится. А тот наклонился 10-15 минут, джинни машина завелась. И этот смотрит на него, говорит, простите, а вы кто? Говорит, понимаете, я Генри Форд, я создатель этой машины, я знаю ее все. Понимаешь ты, или есть что такое призыв? Призыв, это твой папа, говорит, сынок мой, тебе так трудно, да ты не в ту сторону тянешь, вообще. Помните, как он однажды сказал Саулу, Саул, Саул, трудно тебе идти против вражна, против вражна, против ветра, идешь против ветра, почему так тяжело, все квадратные колеса, все так трудно. Подожди, а может ты не в ту сторону идешь? Помните Иону, который плыл вообще в другую сторону, сначала все было хорошо, а потом ветер такой поднялся, что Бог его вообще в другое место зовет, а он был в противоположное место, подальше от этого. И потом буря, и потом проблемы. Вот бывает в жизни, когда мы пренебрегаем Божьим призванием. Я хочу три мысли сказать. Первая из них, Бог каждому из нас дал определенные дары. нет никого обделенного, нет никого, кто мог бы сказать, меня ты обошел. Другой человек имеет призвание, но не я. Что касается меня, у меня такая судьба. Я не знаю, что я могу вообще делать. Просто жить, зарабатывать себе и все. Это неправда, братья и сестры. Каждому, каждому Господь дал определенные дары. Каждому нет ни одного человека, у которого не было бы дара от Господа. Ефесянам 4, 11, 16. Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною, любовью, вот здесь есть такое слово, все, все, давайте скажем, все возвращали, то есть как бы соединялись в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Я объясню, как я вижу этот текст. Есть особые дары, пять даров. Апостол, пророк, пастор и учитель. Пять даров, особые, пять даров. Не все пасторы, не все учители, не все евангелисты, не все пророки, не все призваны быть пасторами, но потом он говорит, что эти пять даров, они служат церкви для того, чтобы церковь поднять, вдохновить, наставить, ободрить, привести в единство веры и в познание Сына Божьего, чтобы каждый вырос духовно. Написано, мужа совершенного, то есть человека зрелого, чтобы мы не были младенцами больше, чтобы мы не были колеблемы всяким ветроучением, о, там учение какое-то, о, там не наобещали золотые горы. Стоп, 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 мы не детки, мы не бегаем за фантиками какими-то красивыми, мы уже зрелые в меру полного возраста Христова. А потом он описывает церковь в последнем стихе, и он говорит, что все тело, оно между собою взаимосвязано. Мы с вами взаимосвязаны. Мы взаимосвязаны, и у нас есть разные взаимоскрепляющие связи. Но просто сами по себе связи, если мы не действуем, то они ничего не дают. И здесь есть это слово при действии в свою меру каждого члена, каждого человека, снова здесь слово каждого, каждого человека, при действии, когда каждый человек в церкви Божией использует свой дар, служит и делает то, что он может, тогда получается, что мы созидаем самих себя в любви Божией. Другими словами, если я не использую тот дар, который Бог дал мне, то я просто вот пришел и ушел. Апостол Павел говорит о таких людях напрасно принятая благодать. Как будто дождь прошел, а ты сухой, как гусь, вышел с воды, стряхнулся и ничего нет. Побыл в церкви, было немного легче, пошел и окунулся снова в свои дела. Но если ты будешь действовать в свою меру, в меру того дара, который дал тебе Бог, то только тогда внутренний твой человек будет возрастать. И только тогда ты получишь приращение, интересное слово, которое как будто соединение, приращение для созидания самого себя в любви. Итак, первая истина состоит в том, что нет ни одного человека, у которого не было бы никакого дара. Бывают разные дары. И в другом месте апостол Павел говорит, что одному дает слово знание, другому слово мудрости, дары различные, а дух один и тот же. И никто из нас не сможет сказать, Господи, ну я-то совсем ничего не могу делать. Это неправда. А есть ведь дары не только в плане говорения, что ты говоришь там мудростью, там или слово знание, а есть дары, когда люди трудятся своими руками. А есть дары, которые звук настраивают у нас, видео делают. а есть дары, которые просто помогают, собирают аппаратуру, помогают, приезжают раньше. А есть дары, которые делают какую-то часть и профессионально делают эту часть. Есть люди, которые чувствовали призвание, например, быть врачами, и они выучились, и они служат, и в своей профессии они ставят Бога на первое место. Они говорят, я врач, я сделаю свою часть, но если Бог, если Бог положил вам границу в жизни, и вы подошли к ней, то что бы я ни делал, вы перейдете рубеж. Я помню такого врача, он говорил, пастырь, я каждый раз перед операцией смотрю в глаза своему пациенту, и я говорю, я врач, я сделаю, я не всесильный, я не Бог, я сделаю свою часть, но вы должны знать, что вы можете переступить рубеж, это не будет зависеть от меня, я сделаю все, что я смогу, но вы должны быть готовы. И он говорит, я Бога ставлю на первое место в моей профессии. Я знаю бизнесменов, которые трудятся, которые достигают высоких результатов, недавно я общался с одним из наших сыновей духовных за эти годы, Бог дал ему успех, и он смотрел в мои глаза, сказал пастырь, он назвал мне цифры, он говорит, за прошлый год, за позапрошлый год, мы столько заработали, в этом году мы заработаем больше, и его все сердце, чтобы вложить в дом Божий, чтобы Божьи цели были исполнены. Я знаю другие специальности, много разных специальностей, то есть люди имеют дары, но они ставят Бога на первое место. Вторая истина, которую я хочу, чтобы мы увидели, Бог ожидает от каждого из нас, что мы будем служить. служить там, где мы есть, видеть нужду и быть ответом на нее. Я хочу немного здесь остановиться. В прошлый раз я говорил об одном человеке, имя которого употребляется во всех служениях, которые были церковными служениями, тогда при храме. Он и там привратник с туалетами разбирался, он и здесь в прославлении был, он и в хоре пел, он и у ковчега стоял. Просто человек, который добровольно сказал, я буду делать всякое дело, которое возможно сделать. Если есть нужда, я пойду туда, и я буду делать, и я буду решать эту проблему. Вы знаете, я столкнулся с этим вопросом здесь больше, чем там, где я рос. Там, где я рос, в той церкви, нас учили с детства. Если ты видишь, что-то не так, поправ. Прямо учили. Я помню, как я захожу в церковь, и заходит со мной еще один мужчина, и сына подростка ведет. Я слышу их разговор. Он говорит, сынок, посмотри, видишь, на том конце вот участка забор наклонился. Давай мы с тобой придем и поправим. Это дом Божий. И я помню, я так посмотрел на него, и мне интересно было, потому что, ну, я был без отца, вот в тот момент, когда я заходил, отца не было возле меня. Мой отец как-то меня так прямо не поворачивал, прямо так вот, что прямо отец говорил, иди поправь там что-то в доме, в Божьем, в церкви. А этот мужчина своего сына прямо учил. Видишь нужду? Иди и служи. Видишь потребность? Иди и делай это. Вы знаете, вот этот текст из Священного Писания, который я знаю наизусть, он так часто звучал в нашей церкви. Там была такова история, что народ израильский захотел царя. И когда они хотели царя, они попросили у Бога, и Бог послал Самуила, пророка, чтобы помазали, чтобы он помазал молодого человека по имени Саул. И вот они идут, отстали от других. Такая удивительная история. А у Самуила, тут с ним люди рядышком, есть такой большой кувшин с елеем. В наши дни так не помазывают. Когда меня помазывали, там немножко масла было. А тогда взяли вот этот кувшин, и они отстали. И он берет и выливает ему на голову елей. Вы скажете, ой-ой-ой, и все так потом. Да что все так-так? Это присутствие Божие. Это знак особого Божьего благоволения. И произносит ему слова. И говорит, что Господь помазывает тебя. Он избрал тебя. Он избрал тебя, чтобы ты был царем над народом. Он избрал, он помазывает. То есть, он дает тебе особое благоволение. Он дает тебе свое присутствие. А потом говорит фразу, которую я помню с самого детства наизусть. А теперь делай, что может рука твоя, потому что с тобою Бог. Эту фразу так часто проповедники говорили. Они говорили, тебе не нужно особые чувства, чтобы что-то сделать. Ой, пастор, я не чувствую побуждения от Бога, что я должен сегодня что-то сделать. Я ничего не буду делать. Нет, ты видишь вдову. Ты пойди и послужи ей. Спроси. Может, ей снег нужно скинуть? Может, у нее какие-то другие есть вопросы, проблемы? Апостой Павел говорит о том, чтобы мы делали добро всем. Но и паче своим по вере. То есть, мы в церкви должны покрывать нужды друг другу. Церковь, когда она живая, когда она функционирует так, как Бог задумал, нет ничего лучшего вне трудностей, гонений, голода или каких-то других бедствий. Церковь – это одна семья. Вот именно в это время она проявляется, если она правильно действует, если она научена так, как нужно, так, как ничто иное, ни одна другая организация. Потому что здесь отношение сердца. Здесь Господь, Который зовет тебя. Он показывает тебе нужду. И ты не слышишь особенного голоса с небес. Иди, вставай, иди. Ты не слышишь такого, ничего. Но твои глаза видят. Это попадает в зону твоего внимания. Ты видишь это. И ты идешь и делаешь. Друзья, я хочу сказать, что очень важно, чтобы мы служили, каждый из нас, тем, чем мы можем. Служите, скажет апостол Петр, друг другу, 1 Петра 4, 10, каждый тем даром, какой получил. Апостол Петр говорит, служите друг другу, служите друг другу, каждый. Слышите, здесь нет никакого исключения. Ты скажешь, а у меня нет никакого дара, я не могу служить, только мне служите. Каждый тем даром. Если ты не видишь никакого дара, молись. Может быть, ты можешь жертвовать, хоть чуть-чуть. Ой, пастори, не могу ехать на миссию. Я, ну, куда я поеду? Хорошо. Пожертвуй финансы для тех, кто едет на миссию. Ой, я не могу проповедовать. Хорошо. Что ты можешь делать? Может быть, ты можешь что-то еще делать в Доме Божьем? Просто. Просто, без всякой выгоды, бескорыстно, для Господа, от сердца, твое движение сердца. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Друзья, в нашей жизни есть много разных ролей. Я чуть-чуть коснусь этой темы, чтобы сделать один вывод из этого. Есть самая первая роль. Я сын был. Я был сыном у родителей. Сын или дочь. Потом муж, жена. Или отец, или мама. Потом мы на работе работаем. Либо мы работники, либо мы начальник. Потом церковь. Наша духовная жизнь. Либо я просто прихожу, либо я служу. Я хочу сказать, что в каждой роли Бог должен быть на первом месте. Можно остановиться на каждой роли. Если я ребенок, я должен, будучи в семье, научиться почтению. Научиться послушанию. Если я не научусь дома послушанию и почтению, когда я выйду во взрослую жизнь, я буду также иметь проблемы с властью. Я должен научиться порядку дома. Я должен научиться элементарным вещам дома. и уважению. А вот что еще очень важно. Не в каждом доме это есть. Я плавно перехожу теперь к родителям, к папам, к мамам. В доме я должен научиться быть искренним, открытым. И в доме у нас должен быть алтарь. Место, где сидит семья. Пусть это будет просто уголок. Пусть это будет даже в спальне. Ты скажешь, я живу там в одной комнате, у меня нет места. Но даже в спальне перед сном собралась семья. Или за столом собралась семья. И папа спрашивает, как у вас дела? Дети. Они искренне рассказывают. Он молится. Я так благодарен за те семьи, в которых папа всегда указывает на Бога. В которых папа прежде всего говорит, давай помолимся за маму, когда ей плохо. В которых папа прежде всего детям говорит, Бог на первом месте. папа, я хочу быть тем. А ты молился? А давай вместе помолимся. А ты спрашивал воли Божьей? Папа, я хочу куда-то поехать. У меня столько мыслей там. А ты спрашивал у Бога? Друзья, я встречаю семьи, христианские семьи, которые вообще думают противоположно. И мне кажется, Боже, или мы не доучили, или как-то... А у меня такие мысли есть, что я вырос в христианской культуре. А многие не выросли в культуре христианской. Прийти в воскресенье в церковь этого недостаточно. Я вижу пап и мам, которые в воскресенье утром говорят, пойдешь на танцы. Почему? Кружок у нас в воскресенье утром. А церковь? Да, потом посмотришь. Хорошо. Потом давай на музыку пойдешь. Или спортом будешь заниматься. Или тем будешь делать. Или тем будешь делать. Или тем. А потом они приходят, когда ребенку 15 лет, и говорят, помолись за моего дитя. Мое дитя не служит Богу. Мы начинаем говорить, а у этого ребенка даже не установлен Бог на первом месте. У него на первом месте успех жизни, обучение, карьера, другие дела, деньги. Церковь тоже. Ну, церковь, да. По остаточному принципу церковь тоже, да. Но Бог же везде. Бог в моем сердце. И я вдруг смотрю на ребенка, а потом на родителей. И я понимаю, они что-то серьезнейшее упустили в жизни. Потому что, когда дети уже выпорхают из дома, и вы тогда вдогонку пытаетесь им сказать, послушай, а ты Бога все-таки не забудь. А он уже сформировался. Он помнит, как папа лежит в воскресенье утром на диване. Ему не нужно идти в церковь. А он знает, что когда папа получает деньги, он тут же их спустит на какие-то другие дела. Он не отдает десятину. Я очень благодарен тем родителям, которые делают регулярно пожертвования. И дети об этом знают. Я помню, один муж Божий сказал, я точно знал, что мои родители, они вкладывали свою жизнь в Царство Божие. Каждый раз, получая деньги, я знал, что они отдавали их Богу десятую часть. И я это никуда не мог деть из своей жизни. Они почитали Бога. Они были послушны Ему. Они верили в Него всем сердцем. И вот вывод, который я хочу сделать, если идти дальше, то потом мы говорим и о церкви, и о служении, и о работниках, и о разных сферах. Во всех сферах жизни, всех сферах жизни, 360 градусов твоей личности, твоей судьбы, и здоровье здесь можно взять. Во всех сферах жизни Бог имеет право быть выше всего. Бог прежде всего поставь Бога на первое место во всех сферах своей жизни. Давайте нашему Господу воздадим аплодисменты, потому что Он достоин этого. Аллилуйя! Третий принцип, который я хочу сказать. Второй принцип. Бог ожидает, чтобы ты служил. Бог ожидает, чтобы ты прежде всего сделал для Него. Прежде всего, чтобы ты позаботился о Царстве Божьем. Помните, там такая история была в Старом Завете, когда пророк приходит, дни голода, к вдове, и она там собирает дровишки, и говорит, у меня немножко, там есть масло в кувшине, чуть-чуть муки там у меня осталось, я приготовлю, это последнее, я и мой сын, и мы съедим, и умрем. А Он говорит такую мысль, Он говорит, иди, приготовь, но прежде дай мне. Вы бы сказали, какой эгоист, подожди, Он в этот момент голос Божий. И в этот момент Бог смотрит на сердце этой вдовы. Ты инстинктивно притянешь к себе, съешь и умрешь. Или ты отдашь? Ну, раньше умрешь. Ну, ты отдашь. И она сделала так, правильно сделала, она отдала. А в ответ Бог через этого человека говорит, а теперь послушай, вы не умрете, у вас будет достаток, всегда. Мука в катке никогда не будет истощаться, масло в кувшине никогда не убудет. Мне так хочется сказать, потому что ты Бога поставила на первое место, потому что ты почтила Бога, потому что ты увидела в этом человеке призыв Божий и сделала это. Бог ожидает от нас, чтобы мы служили Ему. Третья истина. Ожидайте большего. Если служите, вы будете вознаграждены необыкновенным образом. Ожидайте большего. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Слышите? Высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Смотрите, откуда берутся эти мужи Божии? Сильные. Мы смотрим на них, мы подражаем их вере. Откуда взялась вот эта удивительная 11 глава послания к евреям, где мы читаем здесь об этих мужчинах и женщинах, которые для нас пример и образец их вере, мы подражаем их вере. Откуда они взялись? если взять даже самых первых, Авель, Енох, Ной, Авраам. Я скажу вам, у всех этих людей было вот это единственное, объединяющее всех их качества. они верили Богу и они откликнулись. Они не были ленивы, они откликнулись. Бог позвал их, каждого по-своему. Но я позвал, сказал, слушай, надо ковчег сделать. 120 лет он делал. К Еноху пришел, говорит, пойдем, я буду с тобой общаться. А, пойдем. Отклик, отклик. Авраам, Авраам сказал, Авраам, выйди из места, где ты живешь и пойдем в другую землю, я покажу тебе какую землю. А потом, походу, пять раз менял условия. Пять раз. Последнее условие было принести своего сына в жертву. Авраам мог бы сказать, подожди, мы так не договаривались с тобой. Начиналось это все путешествие с того, что я просто должен был выйти, а теперь я должен еще и сына в жертву принести. И когда он сделал это, он не спорил с Богом. Он сказал, да, он сказал, да, сказал, да. И мы не читаем, что он роптал на Бога или ворчал. Шел и говорил, дал мне сына и забирать хочешь у меня. Вообще, как это возможно? А как же все обетования? Ничего такого нет в Библии. Он пошел и в послушании выполнял все, будучи во внимании к Богу. И в последний момент Господь остановил его. Друзья, если будем читать дальше, смотреть на следующих героев, все они имели веру, и имели отклик. И вот мое слово каждому из вас. Ожидайте от Бога, когда Он будет звать вас. Ожидайте Его призыва. Когда вы служите, Бог приготовит для вас большие. Бог поведет вас дальше. Бог увеличит дары на вас. Вы начинаете в начале, просто начинаете с простых вещей. Вы не знаете, чем вы закончите свою жизнь. Бог может так удивительно благословить вас, преломить вообще ваш дар, умножить. Если вы в послушании, в смирении будете служить там, где вы можете и делать то, что вы можете. Последнее, что я скажу, мы будем молиться, это человек, которого я очень люблю. Его имя Елисей. Вы знаете, что на нем было двойное помазание, которое было на его духовном отце на Ильи. И как он получил его? Вот кто-то из нас сказал бы, я тоже хочу двойное помазание. Я тоже хочу, чтобы на мне было в два раза больше силы Божьей. Я тоже хочу, чтобы я помолился, и небо закрылось, там и три года, шесть месяцев не было дождя, как это было у его отца. Я тоже хочу так. Я хочу так, чтобы весь город был там, допустим, как Ерехон был полностью изменен по молитве Елисея, потому что там вода была плохая. Знаете, что было с ним? Он семь лет безукоризненно служил своему духовному отцу и не знал, сколько еще будет служить. Абсолютно всякую работу делал. Просто смирялся. В глубоком смирении и почтении. Служил своему духовному отцу. И вот оттуда Господь взял его и дал ему двойное помазание. Субтитры